Сегодня все моряки мира отмечают профессиональный праздник. Этот день посвящен морякам торгового флота, который по последним данным ООН насчитывает более полутора миллионов человек. Украинская морская партия Сергея Кивалова долгие годы занимается защитой прав мореходов. Благодаря усилиям лидера Политсилы утверждена новая редакция морской доктрины Украины на период до 35 года. Это основополагающий документ, который определяет политику страны в морской сфере. Также удалось сохранить тысячи рабочих мест в Одессе, благодаря чему портовики продолжат кормить свои семьи. Я хочу поздравить всю Одессу с этим замечательным праздником – Днем моряка. Одесса – морской город, а в Одессе каждая вторая семья, в каждой второй семье моряки. На самом деле очень сложная профессия и мне очень жалко, что наше государство недооценивает труд моряка. Наша партия, безусловно, особенно относится к этой профессии, к морякам. Совсем недавно мы все встречали Андрея Новичкова, его освобождали из плена. И непосредственный вклад в это внесла наша партия и лидер нашей партии Сергей Кивалов. Поэтому очень хочется, чтобы также государство думало о каждом моряке и не оставляло незамеченным каждую судьбу, не оставалась незамеченной каждая история. В юридической клинике работает группа защиты прав моряков. Ее главные достижения добились возвращения в Одессу 15 членов экипажа судна «Фри Нептун», которые находились в султанате Аман, на борту судна из-за банкротства судовладельца. Удалось вернуть на родину 12 украинских моряков судна «Меконг Спирит». 14 месяцев они находились в заточении близ острова Крит из-за ареста судна греческого судовладельца. Освобожденный из иранского плена украинский моряк Андрей Новичков вернулся на родину после двух лет заточения. Сергей Кивалов лично занимался его спасением. Он дважды встречался с послом Ирана и направил депутатские запросы в МИД и Генпрокуратуру с требованием как можно скорее освободить и вернуть на родину Новичкова. Усилия оправдали себя. Андрей вернулся домой. «Многие из них сегодня не могут попасть на судно или наоборот не могут попасть домой. Почему? Потому что они выполняют важную миссию по коммуникациям вообще в мире, в принципе. И украинская морская партия Сергея Кивалова и ее лидер Сергей Васильевич Кивалов, будучи нардепом, всячески отстаивал права моряков и сделал действительно очень много для того, чтобы их взаимоотношения в сфере судоходства были урегулированы как можно лучше. Была принята новая редакция морской доктрины. Была ратифицирована конвенция в сфере регулирования труда моряков. Смотришь здесь на ту ситуацию, которая у нас сложилась в этой области и, конечно же, понимаешь, что государство ничего не делает для того, чтобы развивать и укреплять наш морехозяйственный комплекс. А вспоминаем те года, когда у нас работал морской трамвайчик, когда можно было в Одессе сесть и поехать в Белгород, Днестровск, Визмаил. И мне кажется, для этого многого не надо. Мы уже ведем переговоры с большими компаниями о том, чтобы возобновить этот процесс. Мы общаемся с моряками, которые инициируют весь этот процесс. Кроме того, Украинская морская партия долгие годы выступает с инициативой ратифицировать конвенцию Международной организации труда 2006 года о труде в морском судоходстве. Этот важнейший документ, провозглашенный Биллем о правах моряков, обеспечит украинцев надлежащей правовой защитой за рубежом. В 2010 году Международной морской организацией, которая входит в организацию объединенных наций, был учрежден праздник Международный день моряка. И для Одессы это особенный праздник, потому что одесситы живут у моря. Город Одессы это портовый город. И естественно, что многие жители города Одессы связали свою судьбу с морем. За последние годы морской экономический потенциал Украины был утрачен. Хотя всем известно, что во всем мире все государства стремятся к тому, чтобы порты развивались. Потому что порты в мире это точки роста экономики. Поэтому украинская морская партия будет делать все на законодательном уровне, для того, чтобы развивать морские порты и развивать экономику Украины. У меня даже отец был моряк. У меня отец был электромехаником, плавал в Аспатери, которого уже не существует морского, нашего большого, большой компании ЧМП. Поэтому эту профессию я знаю в своей семье, как встречали, как провожали, как ждали. Я думаю, что в Одессе у нас каждая вторая семья морская. Поэтому это очень сложная и трудная профессия. Сам праздник посвящен работникам морской торговли. Если верить статистике, то 80% всей мировой торговли приходится на работников моря. Но профессиональный праздник учредили только 10 лет назад. Такое решение приняли делегаты стран Международной морской организации, поддержав резолюцию номер 19.